А вот здравствуйте вам любители шестой цивы, это продолжение моего ффа сериала за Японию. Если вы смотрите не сначала, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка на неё появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, всегда лучше начинать с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Пока выбрал эту кнопку, раз, ну в смысле я загрузился, считай. Раз, два, три. Прям с одного удара. Так-то уж 36 всего, конечно, а у неё 55. Думаю, ты захватишь, да? Сразу, сразу плюс 17. Всё, Крит Хоин остался или ещё есть города? Да, не, всё. Ну, он мне не давал города ставить там дальше, он стал своими юнитами, а у него генерал, типа, я не мог пройти. Блин, как так? Эти мамлюки какие-то мега-живучие чуваки, у них всегда остаётся по 0, там, по 0,1 хп. Ну, причём, причём я уже пятый раз добиваю, четвёртый раз, по-моему, вижу, мне показывают, что всё, ему хана. И он у себя доставляет до пятого жилья. Это лечится, надо лучничка иметь, который бы последние два хп добивался. Просто это, ну, так вот работает в цеве, это баг, не баг, ну, просто оставляем лучничка, чтоб он добивал. Фичи. Это была опознавательная игра, я научился прикрывать поселков этими разведчиками. Я не знаю, я, на самом деле, думаю, может, есть реально смысл голосовать за воприды Лёши. Ну, сколько они у науки? Ну, 200-девять. Ты три хода ещё, постойте, три хода. Давай, посмотрим, какой-то золотого. Да, у него будет цена, ну, тковно, очень много науки. Но, большинка, мне сильно меч становится. У него 180 будет, в конце. Потом начинать новую сказу. Ну, давай же видеть, всё, дерьмо. Ну, нет, но я не вижу смысла особо продолжать. Так, а есть вообще кто же всё? Почему? Почему? Стоять 120 у немца. Он строит свои эти Ганзы и фигачит науке, что сумасшедший. 130 у Индонезии. Ну, ну, у него нету места, где расселяться, немцы. Ему нужно только забирать меня. Меня он забрать, ну, не может пока, как минимум. У меня же ходов много. У Холецкого всего 7 городов было. Сейчас. У Луцкого 120 ещё. Ну, давайте, вы там как-то... Если вы уверены в себе, то окей. Я просто думаю, что тут без шансов. Да не, не уверен. Это ж как это... Это ж не значит, что не надо куда-то. Да, что кампус поставить можно. Там просто ещё точно такой же араб есть. Вопрос, поедет Холецкий, не поедет? Ну, со своего тебя городом забрал 5, 4. 4. Не забрал 5, 1 жёг. 4 города, 2 кампуса. Не, у него грустные города. 3 центра коммерции. Это города, в этом же Сима. Врук даже 4 центра коммерции. Это ещё 4 каравана и 2 кампуса. И 4 города, ещё, скорее всего, большинство из них на воде, да? Чтоб в Лёше найти, куда надо идти относительно русского по воде. Я не знаю, где русские, честно говоря. Справа от меня немец. Чё, откуда-то оттуда трепхвана приклыла. От русского. Не считай, что очень далеко. О, араб ещё и селится, успевает. Ребята, вы как-то слабо играете. Араб воюет, селится. Ни разу не слышал, чтобы он жаловался на жизнь. Просто вот берите пример. Вот как надо играть. Чё считать заставляете, человек? О, Лёша нашёл. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет, ещё один ход. А зачем тебе ещё один ход? Да, я шучу, шучу. Но это там же пишется. Defeat. Спасибо за игру. Пожалуйста, обращайтесь. Балин, чё-то, мудраки, это реально какой-то а. Ты просто их бьёшь в ответ, вместо того, чтобы стоять и терпеть. Это вот оттуда, араб слева к тебе пришёл. А где он украл у тебя поселенцы? Справа от моего города. А там, кстати, да, мы там в 10 литров. То есть, ничто не предвещало беды. Ну, я шёл ставить на виноград в город, а потом смотрю, ты, и задумался, задумался. А пока я думал, прибежал в разведку и убрал он. Так, давайте сейчас глянем. Только давай ты нам не будешь рассказывать. А нельзя? Я думал, вам интересно. араб захватил. Раз, два, четыре города. Даже пять городов. Вообще, я не знаю, график смотри. Ну, один это твой, который он сжёг, скидывай, всего. Два города сжёг. Кто-то оранжевый, кто это? Я. Почему мне записали, что я сжёг два города? А, это моих два города, наверное, скидывай. Вот он, Риэль, города теряет. Два штуки уже. Это не трейлер, они там Риэль. Добрый день. Пранкщики там, правильно. Пранкщики там, хоррель, да. Пранкщики. Пранки делать. Total number of combats. Удовенко больше всех. Против варвара. С варварами, наверное, да. Ах, короче. Но у меня здесь было много кемпов. Ты на 4, я слышал. Но нет, Сандра, Сандра вот вырвался вперёд немножко. Но с самого начала просто ты ушёл вверх по битвам. Я говорю, у меня был вот, типа, рядом со мной кемп, и ещё потом Три появлялся. О, за уничтожение игрока плюс 5 очков эпохи дают. Ладно, пойду ставить свечи за упокой. Сандра, май. Счастливо, Катечка. А кто-то, никто не стримит, может, до трассляции у меня даст посмотреть. Я покушал пока. Я могу тебе закатрестить и организовать. Тут не то, чтобы интересный взимплей. Да не, мне интересно, сдадитесь вы на 81-м или нет. И напишем. Печеницы, отлично. Русский подведь скаута. Где эти клетки? Паука-филогена. Я бы не шёл на переговоры с этим человеком. Я бы грабил ему каравана этим, единственным скаутом. Он же всё равно тебе не может объявить войну. А ты денег получишь. Так, какие откачечки, конечно. Вот, махенджи, да. Ну, это такие. Блин. Так, надо в Женеву ещё отправить. Вармонгерские приёмчики. А кто? А кто мне там может... Джорджа, да, может дать трансляции? Да, я могу тебе трансляции. Я могу тебе дать. А ты кто? Ну, если ты почищаешь друзей, то я Влад. Халя. Сейчас. Так, одного удалил. Сейчас, я тебе кинул пузырку. Будешь смеяться с того. Поляк, давай ты не будешь мне города обращать. Они там пробегом ходят. Вот, видишь, я не обращаю. Они там дальше пошли. Поставь в виде качечки. А, качечки, наверное, ты найдёшь. Давай я тогда. Ты играешь, я сейчас и сам кину. Я уже кинул. Что, просто нажимаю Invite to Watch? Да, можно так. Ты сейчас увидишь, насколько я плохо всё сделал. Может, и не плохо. Не, не, я уверен, что плохо. Но я пока не... Я всё ещё не понял, как бы я мог сделать намного лучше. Я вижу там одно место, возле Гданска. Ну, начнем с того, что у тебя нету гор. Вот. Ну, не столько, сколько у тебя, я бы так сказал. У тебя максимум 4 кампуса на плюс 3. Это больше не получилось. А ты уже где уже видишь, да? Нет, я знаю. О, прикольно в этом расположении. Ты уже видишь? Да. Ну, а у Лёши, такие уж и имба места. Ну, да. Ну, как для нового мира. Да, так тут вообще как-то не особо много холмов, как я обратил внимание. Ну, монет тоже не очень много вроде бы. Нет, в основном горы. Вот если бы горга была, то может быть ещё было. Блин, а я вот думал горгу брать. Мне кажется, что если я выбор с Греции, надо брать Грецию. Не, ну, если есть выбор с нациями, за которые ты не играл. Казачка. Казачка. Казачка по 10 надо отрастить. Надо потратить деньги, выкупить клетки. Фирм нафигарить. Чего у тебя нет фирм? Ни одной фирмы. А вот нужно. Качечка. Все, я пошел. Прости. Не, подожди. Скажите, он не правильно говорит, что Дубиси надо вырастить. Иначе эти карточки чеговы работать будут. Это там, где в Междугданском есть столица, типа, что я мог поставить, если бы поставил три кампуса и... Считаю. Да? Не знаю. Ах. Давай. Раз, два, три. Тебя это все равно уже не смогу сделать, а поэтому только спрашиваю. Тут тяжелая ситуация. Правда? Ну, вон там можно было сделать... Там, где вон двойные горы. Вот так, как ты сделал с этими. Вот вырву место, там где ты сделал. Да, я понял. Плюс три эти, можно было кампус сделать. Ну, там просто из-за чуда я так сделал, потому что плюс три не вязать. Один из еще одной из священных мест. Города как-то далеко. Тебе даже, ну, перекрестное не забафать. Да, я понимаю. Там было как-то игра, и я заморачивался. И с четырех городов офигарил районы. Огромное окно было. С кампусами на плюс три. Они были полностью окружены районами. Да, тут есть место такое зафигарить, но это... Ну, хотя бы по плюс десять города сделает. Даже первый бонус не берешь получше. Панганезия, предложение. Араб, а ты там в городах, кроме армии, в моих чем стоишь? Нет. Офа. А, так, конечно, у тебя библа не построена. Что не построено? Библу, только вот, смотри, устроишь. О, качка, давай, короче, ко мне, вот так. Нет, все, я ушел. А, ты где что-то там? Так, там я недавно построил компас. Ну, не важно. Может быть, можно мне говорить. Мне было только интересно по поводу компасов. Дальше просто смотреть и молчать. Я бы не отказался. Советовал. Нет, нет, нет. Леша мне запрещает. Нет, так я... Вы играете, да. Я вообще вам советую... ЦС здесь делать, просто... Ну, я думаю, что кто разумный риск. Ну, ты же видел, да, мою карту. Но я думаю, что это обессмысленно. Я не знаю, почему вы говорите, что там нельзя нападать. Там нормально нападается. Я не мог нападать. Почему нормально? У дороги есть же, что? Ну, что такое? Ну, нападать могу только я, просто. Ну, ты можешь зайти ко мне и посмотреть, как я вообще расположен. Просто. Было бы забавно. А, нет, я вижу там, вон, Сэндай. Ну, я не вижу, как мне здесь нападать. Я просто не вижу. Оу, так тут немец под боком. Ни хрена с... Ну, я поэтому и думал его забрать. Но там города очень сильные. Я надеялся, что он не придержит свеч. Слишком близко коней подвел. И я тогда подводил, типа... Там было мало коней подвела. Они были в другом месте. Просто они там стояли. Типа, они были в другом месте. Но... Когда он был там 2-3, это было одно. Когда их там стало 6-8. Но тут тяжело не догадаться. Конечно, да. Не, ну я думаю, я по в любом случае тебе ничего не сделал. Слышь, как мы не слышим. То есть ты глупец делал. Монументы-то хоть везде построил. Да нет, на самом деле ты б меня продавил. Давай, сейчас я считаю. Потому что войск не так много у меня. Я это видел миссионерами, поэтому я вообще... Не считай. Подожди, считай, считай. Раз, два, три. Да подожди, стой, стой, стой. Поляк, а что это за... Давай, считай. Сколько тут всадников? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать всадников? Будешь все в кавалерию апать? Я не знаю. Я думаю, что нужно голосовать, честно. Я не верю. То есть, ну я не смогу в этой кавалерии, я тебе не знаю. Ничего сделать, абсолютно. Так ты в одиночку не нападай. А кто мне поможет? Ну то есть, вы же не видите карту. Фантом мне вообще не поможет. То есть, это невозможно. Мы ведь с ним через одно место должны заходить. Ну что, нефти нету, право? А вот нефти. Мне, короче, поленки надо захватывать в любом случае. То есть, я не знаю, как мне можно хоть что-то сделать. Пусть им это все про апаю и сейчас придут. Допустим, я даже заберу у него один или два города. Я не... ну все, я проиграю после этого моментально. Так, в одиночку, конечно, не нужно идти. Так в этом и фишка. Ты мне не поможешь, немец. Ну не поможешь. Я нет. А, ну... Похиджатары еще и в союзе. Тогда никто не поможет. Я же об этом не говорю. Просто справа ничего не знаю. Вернее, нет. Я в союзе. Нет, мне просто интересно. А зачем было союз брать с Алексеем, когда... Ну, тут видно, что он на лидирующих позициях. Ну, просто отсидеться. Мне нужно было время. Это раз во-вторых, там коммерческий союз. Нет, нет, я не за тебя. Я... Насчет Индонезии. Я смотрю, у нее заключен союз. Он не нападет. Ну, то есть, я говорю, он не может. Ты же видишь... А, ты не видишь. Видимо, не видит горы. Там только с одного места можно идти. Вот от меня. Нет, почему? Я горы вижу. Ну, вот... Слева от Лампунга. Слева горы. И сверху горы. И сверху горы. Над Лампунгами, вот этой гранатой, дальше слева горы. То есть, ты их вообще не можешь найти. Там тупо битшан. Ну, вот смотри, слева от Лампунга раз, два, три, четыре клетки. Есть проход. Там нет ни городов. Ничего. Ну, давайте я покажу, где начинается гора. Просто твоего Лампунга стоит. Да, я понимаю. Блин, надо было... А, или я могу еще поменять. Вот, надо на 50% кавалерии делать. Вот, и высыри фигачить. И сверху гора. Так, это наоборот тебе в плюс. Просто когда Алексей нападал и выносил качечку, вам нужно было снизу нападать вдвоем. Ну, просто он явно уже ходов 30 лидирует по науке и культуре. Смотри, я тебе объясню, почему мы не могли напасть. И на Низицу просто далеко идти. То есть он пока бы пришел, он проходил в 8. У него даже, по-моему, там дорог еще нету колецкому. Но у меня проблема другая. У меня проблема о том, что я сдавал подруги. То есть я... У меня был план идти в кавалерию в любом случае, потому что я не могу колеснице, амать кустар. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, я бы не успел. То есть он уже был заправлений, там быстрее, а то я бы ничего не сделал. Там река еще, горы, а слева вообще проход в одну клетку. Я ничего не могу. Вот прям открыто, я не берем, как здесь можно что-то сделать. Притом это архалецкий, понимаешь? Если бы это был... То есть, например, если бы у него было столько войс, сколько у тебя, когда я вот миссионерами смотрел, то как бы да, я бы пришел и забрал его, но у него есть войска. Тут вопрос не в том, чтобы забрать, тут хотя бы вопрос в том, чтобы затормозить его в развитии. Теперь-то я уже не могу. Просто у него сейчас карбланш. Но, во-первых, у него интернет... Лука, извини, пожалуйста, пожалуйста, ну как-нибудь подальше от микрофона. Просто ты так говоришь, оно очень раздражает. Да, репит немножко. Так лучше? Сейчас считаю. Сейчас стало тише, но лучше. А так? Кто считает из нас? Тебе тихо стало слышно? Ну ты просто... Давай я, как хочешь. Давай я. Скажи, когда загрузишься. Хорошо. Рапа, с моей стороны тебе надо считать? Не-не. Загрузился. Давай, считай. Раз. Два. Три. Так а что, вы голосовать не хотите, ребята? Ну давайте. Это чехол, давай посмотрим. Просто я правда не знаю, что здесь я могу сделать. Я могу всем пошарить потом свой кран. Но я правда не знаю. У меня очень много кавалерии. У меня там со временем закончится союз. Может даже достаточно сложно. Так, а зачем тебе что-то делать? Почему не играть дальше в развитии? То есть, я не очень понимаю, почему вы считаете, что я сильно далеко вас опережаю? Ну, я тебя не догоню. Ну, ты может быть. То есть, вы предлагаете уже голосовать. Вон, там, араб, который просто себя убил, будет голосовать, будет голосовать, на кого он там нападает, которого он тоже мешает развиваться, тоже будет за это. А люди есть те, которые еще хотят как-то победить тут? Нет, я же предлагаю, если кто-то или против, я не знаю, сколько нужно. Нет, голосование обычно такие вещи единогласные, если хоть один. Да, кто-то единогласный. Если он готов победить, тогда, если он не считает, что может, значит, играть. Единственный вариант, когда один человек против, это если против победитель. Тогда считается, что его мнение не учитывается. Нет, я согласен абсолютно с этой политикой, я ничего против не имею. Надо сохранить, потому что у меня тут нефть. Нет, я не против насчет голосовать, просто, ну, если все как бы согласны на проигрыш, ну, в одиночку я точно против Алексея ничего не знаю. Ну, Алексей уже стали варенье, у него уже это укрепление там крутое, его никак не возьмете просто. Так зачем брать силой? А чем он возьмет силой? Просто, ну... В науке у него больше, он первый враг и достойнивает. Но в любом случае, я держу первым против трех-четырех наций и в одиночку не сможет. Просто, если все будут отсиживаться, ну, да, естественно, сможет. То есть, там, не я и в одиночку, да никто в одиночку его уже не догонит. Ну, у него, понимаешь, подходов нет к нему трех-четырех. Ну, у меня сейчас захватит в этом семь городов, потом еще криво захватит. Можете выйти в самолеты. Хоть что-то вы можете сделать ему. Даже... близкими в самолетах. Япония очень крута, конечно. Так у меня не собирается себя развивать. Нет, смотрите, ребят, мы можем это закончить, типа, за что ты не хочешь, правильно, сдаваться? Я вообще сразу предлагаю, ждите, пока этот сейчас золотой век закончится. Окей, ну все, давайте об этом останавливаться, и пока Джорджоне скажет, что он готов сдаваться, и он только даже вопрос не посмысленно поднимает. Не давайте ему союз. Не торгуйтесь с ним. Катичка, ты уже убит. Я уби... Это призрак? Это призрак. Русские, я тебе там предложение отправил. Что раньше не хинул? Кстати, русские, у тебя идеальный остров. У тебя никого там нет. Ну, он не очень большой. Ну, так тебе никто не мешает. Хотя, побежи. Я уже играю. Короче, я это вижу просто. То есть, если что, я просто должен тянуть время, но если на меня вдруг на это будут нападать. Потому что союзы я не буду, само собой, продлевать. Пока вы... Нет, понимаешь, просто... Вот, просто понимаешь, сейчас, если Алексей на тебя нападет, ну... Я вряд ли... Моей... Моих войск хватит тебе помочь. А Индонезия тебе помочь не сможет. У нас кавалерия где-то 16 единиц. Ну, это бессмысленно. Он потеряет время. До танков тут вообще, по-моему, ничего делать. Я того и не боюсь. Да он уже в артиллерии. И что? Он уже в артиллерии. Ну, это значит, что до танков не остался один ход. Справедливо. Ну, и тем более, если он меня заберет, тогда я вообще не знаю смысла. Ну, ладно. Окей, я же ничего... Короче, давайте просто играть. Все, я молчу. Считай, давай. Ау! Да, давай. А, я считаю. Да. Раз, два, три. Так, это... Четыре. Мне надо делить рыцарей. Ну, мушкеты. Леша, пасфакт тут можно комментировать. В каком смысле? Ну, вот. Что тебе надо было сделать или что? Ну, комментируй. Короче, ты сначала пошел в биндии, вот туда наверх, и потерял карточку на бонус соседство в центр коммерции. Ты вот, а я сейчас ее учишь. Там же, когда ты в желтом правительстве, ты можешь ставить, в эти античные республики, ты можешь ставить три карточки. Кампус на центр коммерции и еще какой-то. Какой-то, как я тебе надо. Рабочих там вставлять, ничего-то еще. Рад, я готов с тобой мир заключить, потому что мне только Поленке нужен был. Давай. Ну, сейчас мы не можем мир заключить. Ну, чем могу дожду, вот обозвлотить, хочешь? Ну, мы не можем пока это сделать сейчас. Ну, я знаю. Поленке, я просто... Деньги даю. Я думаю, что мне нужно было просто на немца нападать. Ну, просто стратегия есть какая-то. Хочу ее сделать, чтобы... Проблема с качечкой в том, что гайды он, конечно, делает хорошо, а он может выиграть при этом. То есть, я заметил, как только качечка начинает делать гайды, это значит, что он проигрывает. Все. То есть, ну, он просто не может сосредоточиться на игре уже, он, типа, понял, что он проиграл. И начались гайды сразу. Так, и есть, Лёша. Все. Раскусил меня. Очень поздно, универы. Так же надо было. Блин, у нас сдулась наука, а у Лёши все равно доестит. Я, может, у вас универов нету? Я, наверное, науку эту... Терешечку-то. Лёша, ты бы не сильно отставалась, если бы у тебя были эти... Университеты? У меня они есть, они... Нет, я вижу, ты строишь три штуки. Да, но у вас электрогорода, они есть. Университеты. Жорко. Жорко. Да, да. Что бы эта война могла значить? А он кризисный союз принял за то, что я захватил поленки? Очень странно. Загрузился, считай. Раз, два, три. Лео, не поздно я тут... Бафать эту подругу? Ну да, ее надо бафать под золотую деку. Сейчас уже нафиг она нужна. Хотя что, денег мало? Мало. Ого, я воинам убил мамлюка. Ты какой домик-то строил? Правительство на площадь. Первый? О, на плюс четыре, да? Да. О, значит тебе надо в шесть городов запихнуть, в пять городов запихнуть, Но, чуваков, тем более у тебя есть смысл садить мокш. У тебя города не растут, потому что домик жилья достигнут. Так, значит, мне надо девять, три было, сейчас уже у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. То есть два построено, и еще строится три, четыре, пять, за восемьдесят девять. А человек нам не много в карфагене. Ничего. Я говорил, посмотрите на карфаген, посмотрите на карфаген. Ну, короче, чувак убил палерки и засудили карфаген. Там карфаген холмы классные есть. А если бы наоборот сделал, было бы профитнее. МК-7. МК-7, наверное, достаточно. Ну, втором-то. Мне бы укланд, ребята. Все еще два, наверное. А у меня нет. Кто не сдается, кстати? Какая цифра не сдает? Россия или Германия? Вроде Россия, Индонезия. Что? Что? Что он спросил, я не понял. Кто не сдается? Русский не сдается. А, блин. Ну, русский, да. Я не против. Крита, когда выходишь? Мышки, это настяю чего? Скажу. На что это может влиять? Я тебе город заберу. Мак-ва-сак-а-хи-ка. Не ругайся. Чуть-чуть. Примакнулся, двигаешь, аленки, всю игру в одном кругу. не надо двигать рубить ну это это не обязательно что случилось словить такой момент когда жилья поедине нужен тогда магнусом можно подвигать передвигается там двух-трех рабочих подводишь где магнус строится и рубеж не считаю на перелив на районы суши фантом а что у тебя такие проблемы с наукой ну у меня много гаваней и коммерческих центров тут не завезено да да расскажу когда 1 1 2 3 еще один рыцарь нужен где-нибудь постройки не у нас там союз заканчивается с поляком еще пять ходов окей сейчас город отпадет вообще 20 было минус сандро ты реально тут как этот поступаешь каким-то варваром просто а зачем тогда воевать из сжигаешь города ты же имеет я забрал еще второй город заберу там просто он там не просто войны были на городе он хотел их мушкетов а тут его лично сразу брать и разрушить и чтобы еще там лояльность у меня короче город отпадаешь область иметь вопрос а второй город короче сотро логика такая ни себе не людям он да там было два района или три даже сейчас не повод по он там библиотеку расположить построить до 3 района и короче просто спалил город в чечне но он бы отпал так ты его забрал бы сейчас мушки так выходит так а смысл тебе если я у тебя все сейчас отожму то смысл ты мне в результате не дашь и сам все оставишься еще я еще возьму это пи то ка хана пи михина понятный самый легендарный город он сейчас возьмет его и закинет тебе мира ты возьмешь и согласишься еще тоже хорошо еще культурный союз за ключи чтоб он нет не отпадал и вообще супер но немец ввел он захватил но это странное решение так зачем вообще вы забирали ну идея была о том что него все хорошо с наукой значит него хорошие города значит можно идти пытаться забирать эти города это частично за счет ганс конечно но тем не менее просто я не знаю смогли бы кавалерии забрать города в которых 50 обороноспособность пора выпускать снова видео логика игры в сетевой игре я помню по пятерке было такое давай пора пора вы же смотрите в данном случае какая логика вы отстаёте от меня по науке отстаёте забирая научные города вы не догоняете меня вы наоборот лишаете себя шанса меня догнать у лёши так городом было столько науки то есть по идее да у меня там сидели тоже послы то есть тут надо было посылать шпионов выкуривать послов что-то что такими ли амане амане посылать чтобы у вас было больше послов объявлять мне войну ну то есть чтобы и вы вы имели бонусы от научных городов а я не имел а делать так что не я не имею не вы не имеете это вам намного больше меньше мне сейчас я считаю давай раз-два-три что ты сделал где у меня сто восемьдесят пять где сто тридцать у меня сто тридцать а у него сто восемьдесят четыре уже двести мне еще а да так давайте объединить ну как так то блин у меня полный рыцарь у этого там десять или пятнадцать и опять ему осталось сколько там хп осталось это вообще невероятно я просто не могу понять полный рыцарь у него вообще а типа там мамлюка с одного этого не вынесли иногда бывает такой бак старый бак часа начало выберем когда остается мой литрец он лучшим то и то ли его дают малин еще хотим сделать кучу бабла потерял как лаяльность помощи кто на я думал монумент или или этот губернатор или просто юник посадить в город еще тоже работа не лучшим там сидит но он не сильно работает он не сильно работает но без юнита еще хуже будет вот у меня одна целых три поля сейчас выплачет 13 я взял плюс 2 ткани зона до ставчик просто недавно брать зашел холд убирает 3 так раз два три 4 ошибка что он пытается убить этих мамлюков там просто стоишь в дефе они сами от тебя не могу больше не могу лишь помогли банджо есть еще те кто хотят сражаться с лёшей право проигранные гриб приходят к вам и 500 золоты нет но я согласен что лёша в игру лёша не шли тиском долго эти градасты лёша не шли эти 200 солны я не шлю никому ничего не волнуйся да хорошо я считаю я помню как он тебе там это а это на тебе а на тебе он тоже хотел нет и у меня лишь еще город отдал там два мячика было это не ты отдал это он забрал там смешно мячика было ты не путай это ты не ты отдал он забрал он не спрашивал а у тебя вариантов не было лёша ты там еще скинул нет я не могу резко логи даром знаете который не дает молока жадина говядина считай давай у меня просто ход загрузился а ничего не происходит давай давай раз два три ирина сейчас чат phantom 5 остался 6 Глянь, пожалуйста, в чат. Одного твоего пузыка не хватает. А, ща, давай, я тут только апнулся. Ну я, в принципе, идею понял. У нас просто все проголосовали. Можно еще пять ходов? Можно еще пять ходов, да, и все. Можно им двоем продолжать. А, ну да, в принципе, я согласен. Да, мы просто можем с ним там грубаться. Так, я могу это закончить. Я могу сказать, что я следующим ходом выхожу в танки, и у меня будет 9 армий танков против поляков. А там, Леш, не только поляков, но там можно всех забрать. 6 из 6, я так понимаю, все. Спасибо за игру. Леш, денег-то дашь. Денег-то дашь. Все, уже закончили игру. Не давай, не давай, давай. Выходи еще быстрее. И его даже в город забрать. Ха-ха-ха-ха. Качечка. Ну, я могу сказать, что эту игру сделал, конечно, Сандро, просто. Именно из-за того, что он напал на качечку. Качечка вынес, и что качечка на тебя не напал. Это же молиться вообще. Спасибо говорить. Ну, так ты игру неинтересно сделал. Ты бессмысленно напал на соседа. Ну, мне интересно. И получается, что остальные 8 человек просто, ну, посидели некоторое время. 88 ходов. С другой стороны, я не уверен, что, конечно, качечка мог бы что-то мне сделать, прямо скажем. Хотя да. Мы вместе бы с ним напали какой-то момент. Если бы такого не было, то есть вероятно, что ты бы не развивался так, как ты развиваешься даже, потому что опасался бы качки. А так ты спокойно уже ничего не переживал. Да, я когда посёлок украл, тогда всё уже было. Да. Уже у него диспараль был уже. Он бомбить потом начался вообще. Я ж города поставил, я ж не пошёл делать это. Ну, реально араб. Как бы непонятно, зачем это бы вы сделали. Была бы у меня хорошая цифра, тогда было бы нормально. Аравия – это плохая цифра. Какая разница? Мне не нравится Аравия на развитии. Слушай, она по-моему очень крутая, если это в религии… Я знаю, в религии… Я понимаю, люди нападают действительно от безысходности. Там нету территории. Но как я вижу карту, ты действительно припёрся через столько клеток, напал, очень неудобно на самом деле. Ещё потом… Ещё был шанс вообще в море выйти рашку выносить. Ты бы меня не вынес. Не нападать вообще на качку. Не сейчас вообще в начале. Не сейчас в начале. Ну, ты по-моему вообще не понимаешь, что тебе хотят сказать. Ты вот… Не знаю, что я напал по своей… Секунду. Тебе до моих основных городов, которые у меня первые вставали, плыть извини меня 20-25 в таймбл. Удачи тебе. А что там быстро, у него там фрегаты, каравелла быстро. Так ты бы не вышел в них раньше меня. Ну, хотя, да, ты первый кампус вышел. Если тоже вышел бы в кампус, тогда ещё был шанс. Ну, и Япония действительно отличная нация на развитие. Ну, в общем, я смотрю что-то… Да япония самбо-имбанация вообще. Я бы её банил постоянно теперь. Потому что я действительно имел кучу науки и культуры вообще без городов-государств. Вообще. У тебя больше если науки было на 50-м ходу или что-то такое? Так у меня… Ну, во-первых, всё-таки тут у меня с горами завезло. То есть у меня два кампуса на плюс 5 именно из-за гор стояли. Но с другой стороны… В Австралии вообще плюс 8 может быть. С другой стороны у меня был кампус и на плюс 5 без гор. То есть за счёт соседства. В принципе тут можно так выкрутиться, что за Японию плюс 5 кампуса будет становиться и без… Без гор всяких. По-хорошему. Ну и этот бонус ещё от коммерческих районов, которые науку даёт. Тут прям… Жёстко в золотом выходит, по-моему. Слишком сильно. Типа эти 250, ну это когда у всех остальных под 100, там 120. Это на 80-м, да. Кампуса не строили. Что вам сказать? У меня были кампуса. Куда их вот, конечно, особо. Так там же Джорджа первый построил кампус, великого человека, отличного. Я больше не мог. У меня там вставало потом три кампуса, потом поставил, который нормально вставали. И всё. Там не очень много поставить можно было. Что, что плохо, если город в 10 вырос, вот какой-то кампус уже хорошо. У тебя первые три нормально, ты уже не отстанешь. А меня слышно или очень тихо? Сейчас слышно, отлично. Я поставил драйвера. Ура. Бог. Всем спасибо, я пошёл. Спасибо. Я думаю, что там был Варик. Если бы я и Катючка, то рано бы напали вместе. Рано? Нет, рано бы никто бы не напал. Ну, рано вы бы... Что сейчас остановили? Вы бы рано просто и себе... Ну, хорошо, забрали бы меня. На рыцарях можно. На рыцарях. Я имею в виду на рыцарях. На рыцарях. Но это спасибо арабу. Спасибо арабу, что вот такая фигня произошла. Ну, и там, на самом деле, есть такая ситуация, в которой... Спасибо же Алёше, по-моему. Есть ситуация, в которой ты тогда заключаешь союз военный, например, с арабом или с немцем. Другой союз, опять же, с одним из них. И когда мы идём на тебя, они приходят, собственно, к нам в спину. Потому что на немцы у меня забрать вполне реально. Нет. Там было... Понимаешь, мне кажется, что у Качечки тут была возможность просто хотя бы развиваться. У него, в принципе, есть тут реки, где он может свои голландские города ставить. И Голландия на развитие тоже неплохо играет. Но ему ж не дали ничего это сделать. Я тут вижу, реки есть. Реки есть, города поставить есть где. Холмов не так много, да, это правда. Нормально там холмов. Но у меня в артипажах мы более-менее были. Я там на плюс 3, в принципе, все поставил в рамки практически. Откровение, поселок, ладно, но когда через 11 клеток тебе идут мечи, чтобы сжечь... А какого губернатора взял первого? Магнуса? Да, Магнуса. Он там вовсе доберет магнуса. Зачем? Нет, я беру иногда Виктора, когда есть проблемы, но тут, видите, сосед ближайший, забрали поселка, и он там тут вообще можно было расслабиться дальше. Я сразу вырубал все леса и поселок строил? У меня немного, кстати, лесов было у столицы, как ни странно. У меня 4 города было на 30-м ходу. У меня тоже самое вроде бы было, даже без выруб весов. Ну и что, 4? Ну, вначале сначала поселенца строил сразу, а потом через некоторое время... Не, я сначала два города поставил, а потом дождался карточку. А, кстати, у меня аж в начале в этом кричали, что у меня ГГшка культурная. Это у меня культура шла с этого, с янтаря. У меня не было, я мохенджи даро нашел буквально только недавно. И вообще у меня городов-государств мало было найдено. Тут реально какая-то Япония, она пока... Мы чисто по Японии. Да, Япония какая-то самодостаточная вообще, то есть вообще пофигу. Города государства... Если бы напали чисто в самураи, бы вышел и все. Там самураи, трицари защищают, у тебя лекархия там двойная. У самурая столько же, сколько выцарев. Ну, самураи надо строить очень долго, наверное. Ну, не, двойни вроде апаются или нет? Не, не апаются. Нет, они не апаются. Что-то с тобой речи. Зачем идти самураев, если можно выйти? Потому что тебе... За те же деньги. Не, он быстро выйдет. Только быстро выйдет. Ну, и армия у меня все-таки всегда была. То есть у меня и дубины были там, на случай действительно рыцарей. А вот если бы я не затощил этого, оказывается... Нидерланду. Он, наверное, тебя бы напал. Ну, и что? Ну, тогда хотя бы игра была бы интересной, были бы... Надо было на развитие мне пойти. Я просто думаю, там близко чел какой-то там. Ну, как, близко ты живешь? Одиннадцать клеток. Одиннадцать клеток между вторым твоим городом и вторым моим. Там вот еще по городу влазило у тебя. Два города там поставить. Даге, там ггшка была сверху. Думаю, ты чел какой-то. Почему-то. Ну, я начал, короче, мечников выйти. Потом уже решил власть и двумя щеком надо. Даже ггшка, ггшка была за горами. Нет, Карфаген я говорю. Там он... Ну, то есть... Я на самом деле... Смотрите. Я когда сказал немцу, что я не буду на него... Не буду заключать союз. Я вот через ходу... Семь, по-моему, уже мне было... Качечка, а как вот эти... Корпуса танков против кавалерии... Нормально работают? Нормально. Нормально работают. Нет, так сейчас... У меня тогда еще не было танков. Тогда еще было до танков до 15. Не, ну... Причем тут тогда... Так... Когда ты вышел в кавалерию, я тоже был в кавалерии. Ты что, думаешь? Ну да, это я понимаю. Мысль в том, что вот сейчас я хотел на тебя нападать. И когда у нас союз заканчивается, я хотел на тебя нападать танками. У меня просто вопрос был бы, если бы ты апнулся... в кавалерию, насколько я бы их раскладывал быстро. Ну, у тебя же были какие-то еще стреляющие юники. Ну, арта. Ну, нормально. Все. Раскатал бы его там. Только... Наверное, с потерями. Если бы он решил убиваться в тебя. Там бы особо выбора не было. Ну, сколько у танка 80 с корпусами 90. Против кавалерии 62. И там, допустим, 6 бонуса защиту. 68 на... 64 на 90, да? Ну, Леша мог еще заражить этого полководца. Это с двух... С двух раз... Убивается. Кава. Вот. За первый заезд ты 9 армиями убил бы ему 4 кавы из... Сколько там? 14. Осталось 10. Он бы тебя убил один танк, наверное. Леша дашь, посмотри, что у тебя там с интеллиторией. На второй ход у него уже всякого кацана. Ты оставшимися семью или семью корпусами убиваешь еще 7. Блин, чёрт, надо ход закончить. Потому что... Так, смотрите, у меня тут все вышли уже из игры. Ага. Пока у меня русский, и ты... Я. Ну, ты что... Ты... Не ждешь, что? Ждет вашего похода. Да нет, рель вышел. Ну, может, я крашнулся интернетом? Может быть, что издет, что я пристанавливаюсь. Костом после киска, а не подключение друг к другу. Так, понятно. Все-таки хочу донести до нашего друга, что если ты воюешь и не захватываешь, то это невыгодно. Не надо так делать. Ну, зато тесно бомбило. А вот так не надо делать в первую очередь. Нападать на человека, чтобы у него забомбило. Нет, и не потому напал. Я хотел там города ему захватить. Но я не успела посела делать, чтобы злояльностью поддержать. Все должны играть в фуфа на свою победу. Как только начинается такой переход... Но я хотел на победу. Ты бы не смог захватить города в 13 клетках от твоих городов. Это как бы даже лояльность не распространяется. Нет, я город там ставил где-то в 8 клетках. Там 2 лошади было еще. Поставил бы сначала город. Ну, я хотел и мечники, и в одновременно, короче. Ладно. Ну, я пошла. Они пошли на цене. Спасибо за игру всем. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok